Послание к Галатам, 5 глава. Я хочу приготовить ваш слух, чтобы я смог говорить и использовать слова, которые используются на улице, не вульгарные, но такие, чтобы вы могли понять реальность того, как люди бывают обмануты. Поэтому послушайте внимательно. Мы продолжаем нашу серию о хождении в Духе. И сегодня мы начнем говорить о некоторых решениях и некоторых вещах, которые вам надо делать, чтобы ходить в Духе, и не исполнять похоти плоти. Давайте прочтем 16 стих вместе. Готовы? Читаем. Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ходите в Духе для того, чтобы вам не исполнять вожделений плоти, не утолять ее аппетиты. Апостол говорит в этом стихе, для того, чтобы не уступать вожделениям или аппетитам плоти, не уступать тому, что идет против Слова Божьего, для того, чтобы не грешить, чтобы не попадать в рабство тому и этому, необходимо научиться хождению в Духе. Согласно Писанию, единственная возможность не уступать этим вожделениям, искушениям и сильным аппетитам плоти – ходить в Духе. Сила воли, может, и даст вам какие-то результаты на какое-то время, но ненадолго. И незаметно для себя вы окажетесь в той же позиции, что и были раньше. По дороге к кафедре зашел Аарон и сказал, «А что мне сделать с этим? Моя мама не знает, куда ей положить эти пончики». Говорит, это мне прямо в лицо. Я вышел и сразу натолкнулся на коробку. «Ну, я хочу их увидеть, потому что давно не видел». Поэтому я сказал, открой коробку. Дух Божий во мне, и все вокруг меня сказали, «Не смотри на них, создашь себе дополнительные проблемы». Он открыл коробку, а я не ощущал этот запах долгое время. Пончики были обсыпаны сахаром. И один из моих парней сказал, «Не делай этого». Я сказал, «Я ничего не сделаю, просто хочу посмотреть». Кто-то из вас знает о том, что иногда посмотреть — это первый шаг к действию. Он говорит, «Что мне сделать с этой коробкой?» Я говорю, «Выбрось в мусорку. Я больше не хочу видеть эту коробку». Удивительно, как часто обстоятельства предоставляют вам возможность поступать по плоти. А единственный путь не поступать по плоти — это ходить в духе. А что это значит? Я хочу сразу же приступить к рассмотрению этой темы. Потому что посвятил ей много времени. И надеюсь, что вы не забыли, что я говорил. Ходить в духе. Что это значит? Хождение в духе — это образ мышления, соответствующий Слову Божьему. Хождение в плоти. Библия говорит, «Ходите в духе, и не будете исполнять вожделений плоти». Хождение в плоти — это образ мышления, противоречащий Слову. Это образ мышления, который идет против Слова. Это образ мышления, который не соглашается со Словом. Если вы хотите узнать, ходите ли вы в духе, то посмотрите на свой склад ума, на то, как вы чувствуете себя в разных ситуациях, как вы мыслите. Сопоставьте это все со Словом Божьим. Если соответствия нет, то смотрите, чтобы вам не использовать такой метод. Ну что ж, тогда я изменю Слово. Ваше отношение должно быть таким. Я дам возможность Слову изменить мое мышление. Бог дал нам свое Слово как окончательный авторитет, который прекращает всякие споры, потому что будет, когда Адам и Ева согрешили в Эдеме, то с того самого дня появились оправдания, и вам надо понимать, что если Библия в вашей жизни окончательный авторитет, то она прекратит все споры. Ваше решение. Я хожу в духе, поэтому буду делать то, что говорит Библия. Иисус сказал, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. В Евангелии от Иоанна, 6 главе, Иисус сказал, плоть не пользует немало. В расширенной версии сказано, от плоти нет никакой пользы. Поэтому, если вы выберете склад ума, который противится Слову Божьему, тогда вы будете жить с таким складом ума и вести себя так, что в конечном итоге не получите никакой пользы. В 30 главе книги Второзаконии говорится, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь. Бог дает вам подсказку, иначе говоря, вы свободны в выборе». Вам надо выбрать, какой у вас будет склад ума. Если ваш склад ума, ваш образ мышления, если ваши взгляды соответствуют Слову Божьему, если ваше мышление соответствует Слову, если оно соответствует Слову, тогда, конечно, следующий очевидный шаг, вы начнете жить соответственно своему мышлению, которое находится в согласии со Словом. Вы начнете делать все согласно Слову Божьему и перспективе Слова. Все начинается с Божьего Слова, ваше мышление, то, как вы смотрите на мир, соответствует Божьему Слову, и теперь ваши поступки соответствуют Слову. Ваша речь находится в согласии со Словом, ваши решения соответствуют Слову, и в конечном итоге вы начинаете одерживать победу, потому что все в вас основано на Божьем Слове. Но если ваша перспектива вне Слова Божьего не соответствует Ему, если ваш склад ума не соответствует Слову, тогда в конечном итоге и ваши решения будут соответствующими. То же самое будет и с вашими действиями, и с тем, что вы будете говорить. Все будет основано на непослушании Слову Божьему и бунте против Господа. Библия говорит в книге Екклесиаст, «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и... что? Заповеди Его соблюдай». В конечном итоге имеет значение, делаем ли мы то, что Бог сказал нам делать. Склад вашего ума определяет склад вашей жизни. Как вы живете, и то, что вы переживаете, основывается на вашем мышлении. Откуда вы взяли эти идеи? Соответствуют ли они Слову Божьему? Откуда вы взяли этот ход мыслей? Он согласен со Словом, потому что то, как вы мыслите, так вы и будете поступать. И вот поэтому, леди и джентльмены, мир старается дискредитировать Библию, дискредитировать Слово Божье, дискредитировать институт брака, дискредитировать все, за что стоит Библия, потому что если миру удастся заставить вас согласиться с аргументами, которые он приводит, тогда у вас не будет основы для успеха в жизни. Ведь Библия – это истина. Это не факт, леди и джентльмены. Это истина, откуда этот факт происходит. Это истина. Слово Божье есть истина. Это истина. Мир скажет вам, «Да это всего лишь книга». Нет, это истина. Это основа всего существующего. Таким образом, святость – это единомыслие с Богом. Все, о чем Бог говорит, это правильно. Вы тоже говорите, это правильно. Все, о чем Бог говорит, это неправильно. Вы тоже говорите, это неправильно. Так вот, с чего мы начали. Вам придется сделать выбор. Я буду ходить в духе или буду ходить по плоти? Выбор за вами. Ходить в духе или ходить по плоти? Позвольте мне сказать о результатах вашего выбора. Если вы сделаете выбор ходить в духе, то вы получите силу, способность получать результаты. Когда вы ходите в духе, ходите в слове, живете в согласии со словом, то у вас будет способность получать результаты. Кто из вас хочет получать результаты в жизни? Второе, что вы получите – благословение. Что такое благословение? Полномочия иметь успех во всех областях жизни. Таким образом, на вашу жизнь приходит благословение, и вы начинаете ходить в благословении. Много чего плохого происходит в мире, но это не приходит к вам, потому что вы благословенны. Благословение действует в вас. Оно действует на вас. Оно действует вокруг и для вас. Аллилуйя! Люди, которые живут в благословении, не выглядят как мирские люди. Они не живут как мир. Они не проходят через то же, что и мир, потому что они связаны с благословением. Аминь? Итак, вы принимаете силу. Вы принимаете благословение и смотрите. Писание говорит. Иисус говорит. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Вы принимаете жизнь. А что это значит? Принимать жизнь. Вы не только получаете результаты как следствие того, что живете в согласии со Словом Божьим, но присутствие Божье, сам Бог, жизнь Бога, Зои, помазание Божье. Сверхъестественная сила Божья производит жизнь с избытком, пока вы живете на этой земле, а затем вы будете вечно жить с Богом. Эта жизнь есть у вас как результат хождения в Духе. То, что я сейчас скажу, будет очень сильным. Ходить по плоти. Хождение по плоти. Какой будет результат, когда вы делаете выбор восставать против Слова Божьего, не иметь Божьего взгляда, не соглашаться со Словом? Вы больше соглашаетесь с миром, чем со Словом Божьим. А мир говорит, это нормально, и другое хорошо, и третье в порядке вещей. Это противоречит Слову Божьему. Ваш склад ума в разногласии со Словом. И вот, что с вами будет. Первое, с чем вы столкнетесь, обратите внимание, никакой пользы. Вы ничего не сможете понять, ничего не получится. Вроде бы вы стараетесь изо всех сил, вы часто стараетесь, чтобы получилось, но не выходит. Нет никакого толка. Нет никакой пользы. Может быть, здесь вы испытываете приятные ощущения, там вы хорошо проводите время, но все это портится быстрее, чем оставленная на плите капуста. Все это мимолетно. Вот что происходит, когда вы решаете ходить в плоти. Нет устойчивости. Вот что еще плохо. Вы обмануты. Вы настолько обмануты, что вы думаете даже, что хорошо проводите время. Все понимают, о чем я говорю. Вы настолько обмануты, что думаете, что хорошо проводите время. Но это не так. Так что нет никакой пользы, если вы решите жить вне Божьей перспективы и вне Слова Божьего. Следующее, что у вас будет, это нечто под названием проклятие. Проклятие – это противоположность благословения. Проклятие – это полномочия на неудачу. Это значит, что нет никакой причины, чтобы вы потерпели неудачу. Но именно так и происходит. Не было никакой причины на неудачу. Но не получилось. Не было причины, чтобы ваш проект не одобрили. Но его не одобрили. Это проклятие. Это полномочия на неудачу. Именно это ввергает в разные зависимости. Вы хотите получить облегчение, потому что не понимаете, почему ничего не получается. Вы уполномочены терпеть неудачу. Леди и джентльмены, Библия говорит, что незаслуженное проклятие не сбудется. Иначе говоря, если в вашей жизни проклятие, то оно присутствует по какой-то причине. И причина, о которой я вам говорю сегодня такая. Когда вы решаете ходить по плоти, и не желаете учиться ходить в духе, появляется проклятие, и оно будет делать свое дело и нарастать в вашей жизни так, что вообще ничего не будет получаться. Третье, что произойдет, когда вы решите ходить в согласии с плотью, это смерть. Вы увидите это сегодня. Смерть значит разделение. Смерть означает, что когда вы стараетесь исполнить слово, то оно для вас не работает. Вы отделены от него. Вы возлагаете руки на больных, никто не исцеляется. Ничего у вас не получается. Почему? Потому что имеет место разделение. Слово не работает для вас. И вы увидите сегодня. Вы узнаете о парне, который был духовно мертвым. У него ничего не получалось. И дело дошло до того, что он стал питаться вместе со свиньями. Потому что парень сделал выбор жить по плоти, вместо того, чтобы ходить в духе. Ходить по плоти не значит жить в теле. Это значит, что у вас склад ума, противящийся слову Божьему. Итак, я предложил вам хождение в духе и хождение по плоти. Я вам скажу подобно тому, как сказано во второзаконии. Изберите ходить в духе, дабы жили вы и потомство ваше. У вас есть право сделать выбор и ходить по плоти. У вас есть право прийти сюда, выслушать все мои слова и, выйдя отсюда, ничего не исполнить. У вас есть право это сделать. У вас есть право по своему желанию пойти в ад, и там будет ангел, который откроет вам ворота и впустит вас. Потому что у вас есть право выбора. И Бог никогда не нарушит ваше право. Пожалуйста, поймите. У вас есть право на выбор. И Бог никогда не отнимет у вас право на принятие решения. Понятно? Так что я скажу, скажу за всех вас. Мы выбираем ходить в духе. Мы выбираем жизнь. Выбираем силу. Мы выбираем благословение. Мы выбираем вечную жизнь. Мы выбираем слово. Я делаю выбор за вас. Но на самом деле я не могу этого сделать. Звучит это хорошо. Но на самом деле выбор надо делать вам самим. Если бы я мог сделать выбор за вас, мы бы сейчас об этом не говорили. Мы говорили бы о чем-то другом. Как же это сделать? Я делаю выбор ходить в духе. Но мой разум настолько заражен философией мира. Я хочу сказать, вспомните. В школе нас учат тому, как быть успешными в мире. Мирское образование обучает нас согласно путям мира сего. С тем, чтобы мы были в нем успешны. Но никто никогда не говорил нам о том, как учиться слову и быть успешным в нем. С первого по двенадцатый класс нас не учат, как быть успешными в слове. Тогда как же это сделать? Хорошо. Я рожденный свыше христианин. Я спасен, освящен, наполнен святым духом. Но мой разум все еще не соответствует слову Божьему. Что мне делать? Хорошо. Откройте послание к римлянам, двенадцатую главу. Послание к римлянам, двенадцатая глава, стих первый и второй. Давайте прочтем вместе стихи с первого по третий. Готовы? Читаем. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте трезво, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Когда мы рождаемся свыше, послушайте, когда мы рождаемся свыше, мы рождаемся от Духа. Когда мы рождаемся свыше, мы должны что-то сделать. Мы должны обновить свой ум. Я имею в виду, например, сегодня, если бы вышли вперед и сказали, «Я хочу, чтобы Иисус вошел в мою жизнь», вы молитесь и получаете рождение свыше. Следующий шаг – признать жизненную необходимость обновления ума. Павел пишет к церкви и говорит, «Не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Он пишет к церкви, «Мирским людям он бы написал, «Вам надо родиться свыше». «Неспасенным людям он бы написал, «Вам надо родиться свыше». Но к церкви Павел пишет, «Обновите свой ум». Еще раз, «К неспасенным людям они делают все, что угодно против Слова Божьего». «Неспасенным людям он сказал бы, «Вам надо родиться свыше». Но к людям из церкви, которые уже родились свыше, но делают всякие безрассудные вещи, он говорит, «Обновите свой ум». Боже мой! Обновите свой ум. Прогресс в христианской жизни не достигается иначе, как через обновление ума. Когда вы рождаетесь свыше, вы не станете успешным в жизни из-за того, что родились свыше. «Вы будете успешны в жизни, потому что обновили свой ум». Обновите свой ум. Повернитесь к соседу и скажите, «Обновите свой ум». Повернитесь к соседу с другой стороны и скажите, «Обновите свой ум». Видите, что мы делаем? Христианство — это не только духовность, но и необходимость обновления ума. И иногда у нас так сказать этот образ. Знаете, каждый раз, когда в нашей жизни возникает проблема, мы говорим, «Боже, дай мне силу». А часто нам необходима не сила, а обновление ума. Мне нужно прояснить этот вопрос, потому что я слышу, когда люди говорят, «Знаете, я спасен, но у меня бес никотина». Знаете, нет никакого беса никотина. На самом деле, когда вы пытаетесь изгнать беса никотина с помощью поста, вы помните время, когда видели бесов во всем? Без холодильника, без никотина, без калорий, без ожирения, без подлости, без плохого мужа. Я видел бесов во всем. А потом понял, что это не так. На самом деле, бесы слушали нас и говорили, «У нас есть такой бес? Кто-нибудь из присутствующих?» «О, я помню это время! Я изгонял все, что угодно!» И вот к какому я приходил выводу. Люди думали, что через мою молитву, через мое связывание и разрешение они получат свободу. Но что потом? Когда они приходят снова, они не свободны. Это может их огорчать. Надежда, долго не сбывшаяся, томит сердце. Я расстроен. Ведь вы вроде бы изгнали из меня беса. У меня текла слюна. Вы на меня напрыгивали. Били по лицу. Когда я пришел домой, у меня с головы лился елей. Но через две недели я снова закурил. Знаете почему? Потому что, леди и джентльмены, нет никакого беса никотина. Необходимо обновить свой ум. Потому что если вы не обновите свой ум, мы можем связывать и разрешать сколько угодно и каким угодно способом. Я изгоняю беса никотина. Выйди, 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 выйди! Но если вы не обновите свой ум, не измените то, как вы думаете о курении, вы будете курить. Как рассказывал мой друг, я выбросил пачку сигарет, проехал дальше по улице 8 километров. Я не мог выбросить эти сигареты из головы. Развернулся, поехал назад и стал искать сигареты, которые выбросил на обочину дороги. Он не обновил свой ум. Знаете, что я понял? Я потратил много времени, пытаясь выбросить эти мысли из головы. Но при этом я пренебрег обновлением ума. Пока я не обновил свой ум, пончики оставались там. Мой ум говорил, что мне надо съесть пончик. И я спросил, почему мне этого хочется? Я стал читать местописание, где говорилось об обжорстве, и узнал, в чем его суть. Я стал понимать, что жизнь и смерть во власти языка, но также и во власти вкуса. И когда я взял власть над своим вкусом, так же, как я взял ее над своими словами, и обновил свой ум, чтобы он был в согласии со Словом Божьим, а не с моим вкусом, мне диета не понадобилась. Я стал работать над своим вкусом, и теперь сбросил почти девять килограмм. Обновил свой вкус. Обновил свой ум. Нет никакого беса пончиков. Нет беса холодильника. Есть необновленный склад ума. Если вы не разберетесь с этим, вы останетесь прежним. То же самое и с предрассудками. Я изгоняю беса предрассудков. Нет. Нет никакого беса предрассудков. Причина в мнениях дяди Джо, который общался с вами, когда вы были ребенком, и говорил вам всякие негативные вещи, в результате которых появились мысли. Эти слова создали образ мышления. Разные люди вложили идеи в вас. А вы пытаетесь за одну секунду устранить то, что в вас вкладывали тридцать лет. И если вы не сумеете обновить свой ум, если вы не сможете это сделать, то ваши предрассудки останутся с вами. И весь елей, все служения и изгнания бесов вам не помогут. Говорю ли я, что нам не нужна сила? Нет. Конечно, в определенных случаях сила нам необходима. Да, в определенных сферах бесы имеют место, но мы нашли отговорку, чтобы не обновлять свой ум. Более дешевое мы предпочли более глубокому. Я связываю дух предрассудков. Нет. Вам необходимо обновить свой ум. Вы должны обновить свой ум. Большинство людей не изменятся, если все, что вы делаете, это связываете духа. Ага. Нет никакого духа предрассудков. Нет беса предрассудков. Вас так научили. Если вы не обновите свой ум, чтобы понимать, что нет ни иудея, ни язычника, ни грека, ни черного, ни белого, ни латиноамериканца, но мы все одно во Христе. Если вы не начнете так думать, то вы позволите царствовать духу превосходства или духу неполноценности, потому что вы не будете думать. Вот что имеет в виду Библия. Говорят, думайте о себе трезво. Ну а как же мне следует думать? Мне следует думать в согласии со Словом Божьим. Обновлять свой процесс мышления с тем, чтобы я думал в согласии со Словом Божьим. Потому что если вы этого не сделаете, все останется так, как было раньше. То же самое и с бедностью. Вы не можете изгнать беса бедности. Приходите, приносите деньги, и вы освободитесь от бедности. Нет. Я знал людей, которые приносили, но они от бедности не освободились. Все, кто хотят избавиться от бедности, приходите. Я помажу вас елеем. Я все это видел. Нет-нет. Никакого избавления от бедности не происходило. Почему? Потому что они не обновили свой ум. Вам необходимо привести свои мысли в соответствии с мыслями Божьими. Что говорит о бедности Бог? Библия говорит, что бедность — это проклятие. Библия говорит, что бедность разрушит вас. Но если ваш ум говорит, что бедность — это хорошо, бедность — это знак смирения, что бедность приближает вас к Богу, если ваш склад ума такой, то вы никогда не избавитесь от бедности. Необходимо, чтобы ваш ум был обновлен. В вашем уме неправильные понятия. Он не соответствует Слову Божьему. Вам нужно найти, что Слово Божье говорит о бедности, и соответственно поступать, и тогда ваш ум обновится. Правительство превозносит бедность. Ваша мама превозносит ее. Все вам говорят, что бедность — это хорошо, и вы думаете, что это хорошо. А Библия говорит, что бедность разрушит вас. Если вы не обновите свой ум, тогда всякий раз, когда кто-то будет преподавать вам о преуспевании, вы будете расстраиваться, потому что ваш ум не обновлен. Мир хочет, чтобы вы чувствовали себя неловко из-за своих благословений. Мирские люди хотят, чтобы вам было неудобно за благословения, которые приходят в вашу жизнь. А я не чувствую неловкости за то, что Бог благословил меня. Мой отец благословил меня. А вы думаете, что я буду испытывать вину или стыд за то, что он сделал через мое послушание в обновлении ума? Я получил то, что и должен был. А вы будете на меня злиться? Нет. Вам надо обновить свой ум. Когда мы рождаемся свыше, мы должны что-то сделать. Мы должны обновить свой ум. Я имею в виду, например, сегодня, если бы вы вышли вперед и сказали, «Я хочу, чтобы Иисус вошел в мою жизнь», вы молитесь и получаете рождение свыше. Следующий шаг. Признать жизненную необходимость обновления ума. Павел пишет к церкви и говорит, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Он пишет к церкви. Мирским людям он бы написал, «Вам надо родиться свыше». Неспасенным людям он бы написал, «Вам надо родиться свыше». Но к церкви Павел пишет, «Обновите свой ум». Еще раз, «К неспасенным людям». Они делают все, что угодно против Слова Божьего. Неспасенным людям он сказал бы, «Вам надо родиться свыше». Но к людям из церкви, которые уже родились свыше, но делают всякие безрассудные вещи, он говорит, «Вот решение, обновите свой ум». Боже мой! Обновите свой ум. Прогресс в христианской жизни не достигается иначе, как через обновление ума. Когда вы рождаетесь свыше, вы не станете успешным в жизни из-за того, что родились свыше. Вы будете успешны в жизни, потому что обновили свой ум. Обновите свой ум. Повернитесь к соседу и скажите, «Обновите свой ум». Повернитесь к соседу с другой стороны и скажите, «Обновите свой ум». Видите, что мы делаем? Христианство — это не только духовность, но и необходимость обновления ума. И иногда у нас так сказать этот образ. Знаете, каждый раз, когда в нашей жизни возникает проблема, мы говорим, «Боже, дай мне силу». А часто нам необходима не сила, а обновление ума. Мне нужно прояснить этот вопрос, потому что я слышу, когда люди говорят, «Знаете, я спасен, но у меня бес никотина». Знаете, нет никакого беса никотина. На самом деле, когда вы пытаетесь изгнать беса никотина с помощью поста, вы помните время, когда видели бесов во всем? Бес холодильника, бес никотина, бес ожирения, бес подлости, бес плохого мужа, а потом понял, что это не так. На самом деле, бесы слушали нас и говорили, «У нас есть такой бес? Кто-нибудь из присутствующих?» Я изгонял все, что угодно. И вот к какому я приходил выводу. Люди думали, что через мою молитву, через мое связывание и разрешение они получат свободу. Но что потом? Когда они приходят снова, они не свободны. Это может их огорчать. Надежда, долго не сбывшаяся, томит сердце. Я расстроен. Ведь вы вроде бы изгнали из меня беса. У меня текла слюна. Вы на меня напрыгивали. Били по лицу. Когда я пришел домой, у меня с головы лился елей. Но через две недели я снова закурил. Знаете почему? Потому что, леди и джентльмены, нет никакого беса никотина. Необходимо обновить свой ум. Потому что если вы не обновите свой ум, мы можем связывать и разрешать сколько угодно и каким угодно способом. Я изгоняю беса никотина. Выйди, 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 выйди! Но если вы не обновите свой ум, не измените то, как вы думаете о курении, вы будете курить. Вы можете выбросить сигареты. Но потом будет, как рассказывал мой друг, я выбросил пачку сигарет. Проехал дальше по улице 8 километров. Я не мог выбросить эти сигареты из головы. Развернулся, поехал назад и стал искать сигареты, которые выбросил на обочину дороги. Он не обновил свой ум. Знаете, что я понял? Я потратил много времени, пытаясь выбросить эти мысли из головы. Но при этом я пренебрег обновлением ума. Пока я не обновил свой ум, пончики оставались там. Мой ум говорил, что мне надо съесть пончик. И я спросил, почему мне этого хочется? Я стал читать местописание, где говорилось об обжорстве, и узнал, в чем его суть. Я стал понимать, что жизнь и смерть во власти языка, но также и во власти вкуса. И когда я взял власть над своим вкусом, так же, как я взял ее над своими словами, и обновил свой ум, чтобы он был в согласии со Словом Божьим, а не с моим вкусом, я стал работать над своим вкусом, и теперь сбросил почти 9 килограмм. Обновил свой вкус. Обновил свой ум. Нет никакого беса пончиков. Нет беса холодильника. Есть необновленный склад ума. Если вы не разберетесь с этим, вы останетесь прежним. То же самое и с предрассудками. Я изгоняю беса предрассудков. Нет. Нет никакого беса предрассудков. Причина в мнениях дяди Джо, который общался с вами, когда вы были ребенком и говорил вам всякие негативные вещи, в результате которых появились мысли. Эти слова создали образ мышления. Разные люди вложили идеи в вас. А вы пытаетесь за одну секунду устранить то, что в вас вкладывали 30 лет. И если вы не сумеете обновить свой ум, если вы не сможете это сделать, то ваши предрассудки останутся с вами. И весь елей, все служения и изгнания бесов вам не помогут. Говорю ли я, что нам не нужна сила? Нет. В определенных случаях сила нам необходима. Да, в определенных сферах бесы имеют место. Но мы нашли отговорку, чтобы не обновлять свой ум. Более дешевое мы предпочли более глубокому. Ага. Да. Я связываю дух предрассудков. Нет. Вам необходимо обновить свой ум. Вы должны обновить свой ум. Большинство людей не изменятся, если все, что вы делаете, это связываете духа. Ага. Нет никакого духа предрассудков. Нет беса предрассудков. Вас так научили. Если вы не обновите свой ум, чтобы понимать, что нет ни иудея, ни язычника, ни грека, ни черного, ни белого, ни латиноамериканца, но мы все одно во Христе. Если вы не начнете так думать, то вы позволите царствовать духу превосходства, или духу неполноценности, или тому, или другому, потому что вы не будете думать. Вот что имеет в виду Библия. Говорят, думайте о себе трезво. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Мне следует думать в согласии со Словом Божьим. Мне надо обновить свой процесс мышления с тем, чтобы я думал в согласии со Словом Божьим. Потому что если вы этого не сделаете, все останется так, как было раньше. Все, кто хотят избавиться от бедности, приходите. Я помажу вас елеем, и вы освободитесь от бедности. Я знал людей, которые приносили, но они от бедности не освободились. Я приносил деньги. Я все это видел. Нет-нет, никакого избавления от бедности не происходило. У людей оставался дух бедности. Та же самая бедность. Почему? Потому что они не обновили свой ум. Вам необходимо привести свои мысли в соответствии с мыслями Божьими. Что говорит о бедности Бог? Библия говорит, что бедность — это проклятие. Библия говорит, что бедность разрушит вас. Но если ваш ум говорит, что бедность — это хорошо, что бедность приближает вас к Богу, если ваш склад ума такой, то вы никогда не избавитесь от бедности. Необходимо, чтобы ваш ум был обновлен. В вашем уме неправильные понятия. Вам нужно найти, что Слово Божье говорит о бедности. Привести свой ум, свои мысли в соответствии с тем, что говорит Слово, и соответственно поступать. А иначе вы не избавитесь от духа бедности. Вы застрянете в домах восьмого сектора. Правительство превозносит бедность. Ваша мама превозносит ее. Все вам говорят, что бедность — это хорошо. И вы думаете, что это хорошо. А Библия говорит, что бедность разрушит вас. Всякий раз, когда кто-то будет преподавать вам о преуспевании, вы будете расстраиваться, потому что ваш ум не обновлен. Мир хочет, чтобы вы чувствовали себя неловко из-за своих благословений. Мирские люди хотят, чтобы вам было неудобно за благословения, которые приходят в вашу жизнь. А я не чувствую неловкости за то, что Бог благословил меня. Мой отец благословил меня. А вы думаете, что я буду испытывать вину или стыд за то, что он сделал через мое послушание в обновлении ума? Я получил то, что и должен был. А вы будете на меня злиться? Нет. Вам надо обновить свой ум. Вы не можете изгнать духа бедности. Вам необходимо обновить свой ум. Это будет шокирующим для некоторых из вас. Но все, что вам надо сделать, это посмотреть на собственную жизнь. Но верняка подобное там было. Почему? Потому что вы хотели заменить то, что казалось хорошим, но на самом деле не было таким. А, вы не хотели сверхъестественного. Вы хотели чего-то зрелищного. Вы кричали, я устал быть бедным. Я дал десятину. Все, кто устал от бедности, подойдите сюда, и мы избавимся от нее прямо сейчас. Положите в корзину 20 долларов. Я помолюсь за вас, и вы больше не будете бедным. Примите. Вы падаете. Я почувствовал это. Я знаю, что они свободны. А они потом встанут и будут ходить в такой же бедности, как и раньше, потому что не смогли избавиться от плохих мыслей. Не смогли открыть для себя Слово Божьего. То, что они говорят о той ситуации, в которой они находятся. Самое сильное, что есть у вас, это Слово. Если вы приведете свои мысли в Согласие и Слову, то вы увидите перемены. Господь сказал вам, как измениться. Изменения приходят от обновления ума. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Он не говорил, чтобы вы преобразовывались посещением всех возможных служений освобождения. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. То же самое относится и к болезням. Вы можете прийти. Я помолюсь за ваше исцеление, и вы можете получить его. Но знаете, болезнь может вернуться, если вы не обновите свой разум. Знаете, что связывает дьявол в первую очередь? Ваш разум. Ваше мышление. Он старается сделать так, чтобы оно шло в соответствии с его мыслями. Он пришел к Еве, и первое, что он сделал, атаковал ее разум. Он сказал ей всего пару предложений, и потом взял ее под контроль. Он заставил ее думать, что ей чего-то не хватает. Конечно, Евы не было, когда Бог говорил Адаму про дерево. Адам получил откровение от Бога. Ева же получила информацию от Адама. Я понимаю, что это шок для тела Христова. Говорю ли я, что вам не нужна сила Духа для определенных вещей? Я не говорю этого, но я говорю, что большинство христиан, 80, а то и 90 процентов, сталкиваются со случаями, когда им нужна сила Духа перемен. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Пастор, помажьте елеем мой брак. Нет. Вам с женой нужно прочитать пару книг, послушать пару кассет и узнать, что Слово Божье говорит о том, как вам нужно относиться друг к другу. Только когда ваш разум начнет работать в согласии со Словом, и придут перемены, вы не бегаете по церкви, говоря об этом. Вам нужно зайти в комнату, взять карандаш, бумагу, плеер, закрыть дверь и поработать, чтобы измениться. А теперь нужно посмотреть, что говорит Слово Божье, и я позволю этому Слову изменить свое мышление. Некоторые говорят, я не понимаю вашу церковь. Почему ваш пастор учит так, словно мы в школе? Я не пришел в церковь для того, чтобы учиться. Вы ощутите что-то иное, потому что вы ничему не учитесь. Вы должны обновить свой разум. Аллилуйя! К примеру, кто-то сказал вам, что деньги — это корень всех зол. Вы слышали, что кто-то говорил об этом, но сами вы не читали этого в Библии. Библия говорит, любовь к деньгам является корнем всех зол. Ваш разум подстроился под чью-то ложную информацию, потому что вы не уделили времени, чтобы Слово Божье открылось вам, и чтобы вы приняли его и обновили свой разум. Что такое обновление ума? Это значит поменять наши мысли и убеждения на Божьи мысли и убеждения. Вот что значит обновление ума. Как же мне сделать это? Я постараюсь объяснить так, чтобы вы поняли. Как мне обновить ум? Первое. Исследуйте Божье Слово. Как? Слушая, читая и изучая его. Возьмите Божье Слово. Изучите Его Слово. Но само изучение не является обновлением, потому что вам нужно сделать еще кое-что. Номер два. Сделать Слово Божье основой своих мыслей. Иначе говоря, скажите себе, Бог хочет, чтобы я жил в согласии с Его Словом, что означает сделать основой своих мыслей и ума небесное, а не земное. Я слушаю Слово, изучаю Слово. Хочу поменять свои мысли на Божьи. Теперь у меня Его мысли. И наступает определенная ситуация в браке. Мой разум основывается на Божьем Слове. Мой разум теперь должен относиться к Жене так, как говорит Слово Божье. Вы настраиваете свой разум на что-то. Вы ведь ставите будильник вечером, чтобы он зазвонил утром, да? Так же самое и ум. Вы настраиваете его, чтобы он исполнял определенные действия. То же самое относится к детям. То это значит, что и к детям вы должны относиться согласно Слову. Вы настраиваете свой разум на Слово, да? И вы имеете дело с какой-то финансовой ситуацией. Мой разум настроен на то, чтобы реагировать на эту ситуацию так, как говорит Слово. Вы не можете говорить, что мой разум настроен на что-то, и не проявлять этого в действии. Образ мышления, которое существует здесь, но не существует здесь, на самом деле не является образом мышления. Зачем заводить будильник, если он не сработает? Если я настраиваюсь на то, чтобы сделать что-то, то я делаю это. Я настроен выполнить это. Я готов сделать дело. Как мне настроить разум, когда кто-то обидел меня? Я поступлю так, как говорит Слово. Как мне настроить разум, когда кто-то сказал что-то плохое обо мне? Мой разум настроен на то, чтобы реагировать так, как Слово говорит мне реагировать в данной ситуации. Писание говорит мне помышлять о небесном. Но это не значит, что я должен думать о улицах из золота и о том, какие прекрасные крылья у ангелов. А потом приходит жена и говорит, «Дорогой, что ты делаешь?» «Я помышляю о небесном». У ангелов есть крылья. Нет, вы должны быть настроены на то, чтобы относиться к своей жене так, как говорит Слово. И когда она просит вас сделать что-то, то вы уделяете ей внимание. Это ваш образ мышления. Итак, когда я настраиваю свой разум, то я настраиваю его на работу. Вот что это значит. Если я собираюсь поменять свои мысли на Божьи мысли, тогда я изучаю Слово. И настраиваю свой разум на Слово. Вот что значит обновить разум. Учеба сама по себе не является обновлением разума. Учеба и дела. Вот обновление разума. Я хочу показать вам кое-что интересное. Блудный сын. Откройте Луки 15 главу. Некоторые вещи можно получить лишь обновлением разума. Иногда мы молимся за вещи, которые мы не получим, пока не обновим свой разум. О Боже, я молюсь о деньгах. Знаете, Библия может обновить ваш разум в этом вопросе. Вы можете молиться весь день, но вы должны обновить свой разум. Говорю ли я, что молиться плохо? Нет. Но иногда мы молимся, чтобы свалить все на Бога, и не обновляем наш разум, даже если бы Бог пришел и сказал, что мы недостаточно обновили свой разум, чтобы принять что-то от Него. Посмотрите на блудного сына. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту историю в свете того, о чем мы говорили. Притча о блудном сыне, 11 стих. Луки 15, 11. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую часть имения. И отец разделил им имение. Фактически он сказал, дай мне мое наследство, дай мне мои деньги. И вот что с этого вышло. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону. Знаете, когда христиане начинают катиться по наклонной, то они как раз и скатываются в эту дальнюю сторону. И там расточил свое что? Имение. Что? Имение. И там расточил имение свое. Библия говорит, и там расточил имение свое, живя распутно. Вы можете представить себе, что он делал? Наверное, он гулял, ходил к проституткам, тратил свои деньги на сексуальные развлечения, желания и так далее. Этот человек напал на отца, забрал свои вещи и спустил все, живя распутно. Он блудодействовал. Он не просто блудодействовал, он связался с проститутками. А теперь смотрите. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. Пришел голод, а у него ничего не осталось. И он начал нуждаться. И пошел, пристал. Смотрите, посмотрите, к кому он пристал. К одному из жителей страны той. А тот послал его на поля свои пасти свиней. И вот он пасет свиней. Это то, что ему дал мир. Он пошел в мир. Он пошел в мир. Посмотрите на это. Потому что это то, что в итоге получает каждый, кто свяжется с миром. И оставит своего отца. Смотрите. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Я уверен, что Бог пытался поговорить с ним. У Бога есть три способа привлечь ваше внимание, когда вы отворачиваетесь от Него. Первый. Он пытается обвинить вас в грехе. Но если это не выходит, то он переходит ко второй части. Пытается дать послание. Пророческое послание. Ребенок. Знак. Пророк. Что-нибудь. Но если вы этого не заметите, то у него остается лишь третий способ. Трудности. Если обличения не достигли вас. Если пророческое послание не достигло вас, то следующее, что вас ждет, это трудности. Потому что теперь ему придется бороться за вас. Если вы сможете выжить в трудностях, тогда вы приобретете плод покаяния. Видите? Вы со мной? Семнадцатый стих. Придя же в себя, остановимся здесь. Что там написано? Что он сделал? Итак, смотрите. В другом переводе сказано, когда чувства вернулись к Нему. А еще в одном переводе сказано, когда, смотрите, здравый разум вернулся к Нему. Обратите на это внимание. Посмотрите, что случилось, дамы и господа. Его достигло ни помаза, ни святого духа. Знаете, что случилось? К Нему пришла мысль. К Нему пришла мысль. И вот какой она была. Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, «А я умираю от голода». Он подумал о доме отца. Он подумал об отце. Он подумал о том обеспечении, которое было в доме отца. Спасибо, Иисус. Он говорит тем, кто погибает от голода. Посмотрите, что есть у отца. А я здесь прохожу через все это. Я прохожу через болезни. А у отца есть исцеление. У меня здесь нет света. А у отца моего достаточно обеспечения. Я здесь страдаю от недостатка любви. А в доме отца моего все любят меня. К Нему пришла мысль. Я здесь прохожу через все эти трудности. Но ведь у меня есть отец. И он говорит, «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». Знаете, что он только что сделал? Он покаялся. Знаете, какую это имеет силу? Послушайте меня, родители. Дамы и господа, есть разница между тем, кто кается и меняется, и между тем, кто придумывает кучу извинений и готовится повторить все снова. Когда люди приходят к вам с кучей оправданий и объяснений, почему они поступили так, то это значит, что они готовы повторить все снова. Но когда вы приходите и каетесь, то вы меняетесь. Примите ответственность, и вы изменитесь. Но человек, который постоянно придумывает оправдания, готовится к тому, чтобы повторить все снова. Я должен объяснить, чтобы вы поняли. Знаете, Бог будет вашей защитой. А теперь посмотрите, что случилось в результате того, что он покаялся. Я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Он не только покаялся, но и пришел, не думая о том, чтобы вернуться в то же положение, в котором был. Он сказал, «Просто прими меня куда-нибудь. Быть твоим слугой лучше, чем быть с ними». Я люблю это место. Путь к лицу Отца лежит в сердце слуги. Боже, дай мне слуг. Дай мне проповедников, которые будут готовы брать свои семьи и искать работу в другом городе, чтобы помогать в служении. Мне не нужны проповедники на первом ряду. Мне нужны проповедники по всей Америке, которые помогут мне наставлять растущие церкви. Оруженосец Иоаннафана имел при себе лишь один меч, но Оруженосец не сказал Иоаннафану, «Слушай, ты делай, что у тебя есть на сердце, а я помолюсь, и если Господь мне скажет, тогда я, может быть, пойду с тобой». Все зависит от того, что скажет Бог. Его Оруженосец сказал, «Делай то, что у тебя на сердце». Потому что слуга говорит Господину делать то, что у него на сердце. Я не слышу Бога, но я услышал Бога, когда ты сказал это. Сейчас в церкви такого нет. Я должен учесть свою семью, свою работу. Я должен сделать то, это, что, по-твоему, делал я.